Я приветствую вас всех на своем канале. И я хочу показать, как я пеку торт медовый. Что мне нужно? 400 грамм муки, щепотка соли, 100 грамм масла, 200 грамм сахар, 2 яйца, чайная ложка соды и 2 столовые ложки меда. Начну, естественно, с яиц. Разбиваю яйца. Яйца, естественно, мытые. В эти яйца я добавляю щепотку соли. И начинаю взбивать яйца. Яйца взбиваю без усердия чуть-чуть и добавляю сахар. Сразу 200 грамм. И начинаю, ну, размешаю, естественно, и начинаю взбивать. Яйца с сахаром я взбила. Теперь я должна сюда же добавить масло. Так, весы уже, наверное, можно убрать, потому что я все взвесила уже предварительно. И у меня уже здесь столько, сколько нужно мне. Так, это у меня масло. И я добавлю сюда 2 ложки меда. Или одну вот такую большую ложку меда. Так, и теперь начинаю еще взбивать. Мед немножко густой, поэтому взбивается не очень. Сейчас я его чуть-чуть. Ну, все пошло. Так, вот я взбила вот до такой однородности. Это все заняло минуты 3. Теперь это я все ставлю на плиту. Так, как это я делаю не на водяной бане, а делаю непосредственно на плите. Это нужно мешать все время для того, чтобы у меня яйца не свернулись. Это вот первая часть заварного теста. Яйца, масло, все должно быть комнатной температуры. Это тоже очень важно. Масса не должна закипеть, но должна очень хорошо согреться. Все должно раствориться до однородности. Я забросила сюда соду, чайную ложечку. Масса увеличилась в объеме уже. Пошла такая пеночка. И теперь мы можем кастрюльку уже убирать с огня. И дальше продолжать. Мы делаем заварное тесто. Мы сейчас сюда, в эту горячую массу, добавляем всю муку и замешиваем. Все это в горячем виде, потому что мы делаем тесто заварное. Можно по частям, можно сразу. Ну, чтобы горячее было. Муки, может быть, чуточку побольше нужно будет. Ну, для подсыпочки. Вот она у меня. Красота уже получается. Сейчас я... Теперь мне нужно муки чуть-чуть для подсыпочки. И высыпаем все на стол. И сейчас будем мешать. Замешивать уже тесто вручную. Вот я собрала тесто. Помешаю его. И положу в холодильник на полчаса. Чтобы оно у меня остыло. Сейчас я в полиэтилен положу и в холодильник. О, прилипает как быстро. И в холодильник на полчаса. Ну, вот прошло полчаса. И теперь я достаю тесто свое из холодильника. Сказать, что оно совсем остыло я не могу. Оно эластичное пока. Ну, нам совсем-то, наверное, и не надо. Вот такая колбаска. Так. Раскатаю. И сейчас сделаю... На сколько-то коржей. Ну, не меньше десяти, конечно, надо делать. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть получилось. Ну, посмотрим. Где-то, может, добавить надо. Где-то убавить. Посмотрим. И все складываю на тарелочку. Раскатывать станем тонко. Рвать его не надо. Но раскатать надо по возможности тонко. После того, как я испеку, я этот круг обрежу. По той форме, которая мне нужна будет. Вот по такой форме. Вот по такой форме я буду обрезать. Сейчас я это выкладываю на противень. Противень у меня застелен пергаментной бумагой. Ну, по размеру противень я его сделала. И вот этот кружочек я сейчас стану выпекать. Температура духовки у меня 200 градусов. Выпекать буду не больше трех минут. Надо будет смотреть. Он должен быть румяно-золотистый. Ну, с Богом. Итак, буду раскатывать все, пока не закончу. Пока у меня там в духовке на противне лежит кружочек, я уже подготовила следующий круг. И положила его на бумагу. Потом просто бумагу переложу на противень. И все дело пойдет быстрее. Потому что это все и выпекается. И делается все очень быстро. Сколько получится, посмотрим. Уже можно доставать золотистый кружочек. А это я уже сразу кладу сюда и в духовку. Кружок. Чтобы у нас идеально ровный круг получился. А это у нас все пойдет на обсыпочку. И снимаем аккуратнейшим образом. Вот такой получился сочень у нас. Там сейчас уже будет подходить другая. А мне надо раскатывать следующий. Ну, все. Подходим к последнему десятому коржу. Сейчас я его достаю. Такой же красивый и румяный получился. Отключаю духовку. Так. И достаю вот этот замечательный корж. И так как у меня не хватило пекарской бумаги, я сделала на листах А4, на такой противень, два листочка, и вот два последних коржа я сделала на такой бумаге. Вот таким образом я выравниваю коржи. И прокрутила крышку. Вот так вот. Замечательно. Ну, вот она по мере того, как будет остывать, она будет хорошо сниматься. Сейчас я покажу, как... Ну, это не пекарская бумага. Немножечко по... Бумагу ничем не мажу, естественно. Это все у меня крошка. Вот такая замечательная крошка. Это... Я буду присыпать торт. Измельчу, естественно. И потом уже... А это мы сейчас бумагу снимем. И у нас получается... И... Опа! И получилось 10 тоненьких, замечательных коржей. И следующий этап. Это мы будем мазать торты кремом. Кремом с орехами. А мазать эти коржи я буду непосредственно за сутки, чтобы они успели пропитаться и были интересные. Сейчас они остынут. Я их уберу в холодильник. Закрою в полиэтилен и уберу в холодильник. Так. Продолжаем работу с тортом. Сегодня я его уже намазываю кремом. И что мне для этого нужно? Масло. 82,5% Здесь 180 грамм. Вареная сгущёнка. Два часа варила сгущёнку. Она стала вот такого коричневого цвета. В сами круги. У меня оставались отходы. Ну, это не отходы, а крошка от коржей. Вот сколько есть. Она у меня сейчас в пакете. Я её буду превращать в мелкую фракцию. И мне нужны орехи грецкие. Здесь приблизительно 200 грамм. И вот на этом этапе пока всё. Сейчас буду всё смешивать. Так. Значит, я сюда выкладываю масло. Масло, естественно, комнатной температуры. Нам оно нужно уже такое. Так. И сгущёнку я выкладываю. Выкладываю сгущёнку. Тоже так же всё мы заскребаем. Густоватая сгущёнка. Ну, самое то. Сейчас сделаю однородную массу. И можно будет взбить. Так. Сейчас буду взбивать. Я думаю, взбивать уже хватит. Сейчас я буду делать крошку для нашего карта. Всё это в пакете. Остатки лежат. И мы сейчас её размолотим скалкой. Так. Вот крошку я сделала. Я её сейчас высыпаю на тарелку. Ну, где-то есть крупиночки. Крупночки, но нормально. Так. А теперь мне нужно измельчить орехи. Ну, что я буду с орехами делать? Естественно, я их должна порубить. Вчера орехи я обжарила. Предварительно если покупаем орехи уже чищенные, орехи мойте. Мойте, хорошо мойте, сушите, потому что достаточно много как сказать грязи в орехах. и я их прожарила. Они у меня жарены. И вот так вот я ножом буду их рубить. Ну, вот я думаю, такой фракции орехи нормальные. Вот они. И мелкие, и в то же время крупненькие орешки встречаются. И вот я их тоже выкладываю сюда на тарелку, чтобы мне было все удобно. Так, ну, теперь приступаем к самой интересной части. Это уже промазывание непосредственно коржей кремом и посыпанием орехами. первый у нас первый пошел. Теперь следующий. В общем-то, это уже очень приятная часть. мазание кремом. Да, почему я салфетки положила? Чтобы тарелку не чистить, потому что очень много здесь будет всего. Ну, просто вытащим от салфеточки и тарелочка будет чистой. Возьми будет меньше с такой работой, с мелкой. Так, вот теперь у меня такая штука. у меня немножко не хватило крема на последний корж. Ну, естественно, на бочки не хватило. Я что сделала? Я взяла масло. Масло где-то грамм 80 было. Так вот. сделала из обыкновенной сгущенки. Сбила крем. И последний корж я намажу вот таким кремом. И теперь последний штрих мы украшаем наш медовый торт крошкой. так. И теперь будем посыпать края. Так же обильненько. Все замечательно. Ну, вот так, дорогие друзья, мой торт. Я завершила работу над своим тортом. Теперь я достаю вот эту бумагу. Да, еще достать ведь ее надо. и еще чуть-чуть. Вот так вот. Замечательно. Торт этот беспроигрышный для меня. Мои домашние с удовольствием едят, и я с удовольствием его готовлю. Немножко как сказать, немножко усилия, фантазия, и у всех получится торт. Всем счастья огромного-огромного. И до новых встреч, но не забывайте подписаться на мой канал, ставить лайки и делитесь своими рецептами. Возможно, я что-нибудь сделаю из ваших рецептов. Всего доброго. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова